Вильнюс – столица нашей страны. Гости, приезжающие сюда из разных уголков мира, отмечают удивительную чистоту города с ее узенькими улочками и теплыми уличными фонарями. Видимо, туристы чаще всего находятся в старом городе, не выезжая в спальные районы. А там уже граффитчики вдоволь расписывают стены и заборы своими любимыми инициалами. Но Вильнюс обновляется. В этом году мэрия очистила тысячу квадратных метров граффити. Граффитчики за последние пять лет стали серьезной проблемой города, так как за эти пять лет из-за ограниченного финансирования город не занимался очисткой этих рисунков. В этом году мы начали наводить порядок. Тысяча квадратных метров граффити было очищено в разных местах Вильнюса – на заборах, домах, подземных переходах. В этом году на очистку города от настенных автографов и картинок мэрия выделила вдвое больше, чем в прошлом – 40 тысяч евро. В следующем году мы планируем очистить большую часть старого города. Очистка одного квадратного метра граффити в среднем стоит 17 евро, включая работу, средства очистки, краску. Ранее Вильнюс получил в подарок 50 литров специальной краски, которой и была закрашена полюбившаяся юным уличным дарованием улица Тукстендмеча. По данным самоуправления, комиссариат полиции столицы в этом году получил 39 жалоб о граффити в запрещенных местах. Восемь нарушителей оштрафованы. А вот тот самый Соломон и его последователи, знакомые практически каждому жителю столицы, до сих пор так и не найдены. О судьбе Соломона я не могу сказать, но несколько граффитчиков, связанных с ним, полиция задержала. Но ни один из них не признался, что является Соломоном. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В следующем году мэрия еще серьезнее планирует взяться за нарушителей художников. Инструмент борьбы пока в секрете, но, уверяют чиновники, он очень эффективный и станет настоящим сюрпризом для вандалов. Четыре года назад мэрия официально позволила граффитчикам описывать стены в определенных местах города. В подземных переходах, на причалах реки Нерис, на роликовых площадках. В этом году таких легальных мест в Вильнюсе пять.